Молоко Для здорового роста рацион школьника почти наполовину должен состоять из молока и молочных продуктов, ведь там содержатся витамины В2 и В12, а также А и Д, цинк, йод и кальций. Сегодня наши корреспонденты отправились на Барнаульский молочный комбинат, чтобы мы могли узнать интересные факты о молочных продуктах и их производстве. Как работает один из самых крупных производителей Алтайского края? Знаете, сколько молока здесь перерабатывают каждый день? От 280 до 300 тонн, а летом еще больше, потому что летом коровы дают больше молока. Кстати, догадайтесь почему? Казалось бы, если все производят коровы, то что же тогда делают на комбинате? Разливают по упаковкам? Вовсе нет, это только финальный этап. Главная работа технологов – сделать натуральное молоко чистым и безопасным. Сначала все поступившее на завод молоко фильтруется и охлаждается. Молоко после выдаивания обладает бактерицидными свойствами. Это называется бактерицидная фаза. То есть молоко находится в стационарном, одинаковом, неизменном состоянии. По истечении 2-3 часов молоко должно быть обязательно охлаждено. Иначе та микрофлора, которая неизбежно в нем присутствует, начинает в нем активно развиваться и увеличиваться. Естественно, это может привести к прокисанию молока. Поэтому молоко нужно обязательно пастеризовать. Это сложное слово образовано от фамилии ученого-микробиолога Луи Пастера. Именно он придумал технологию обеззараживания пищевых продуктов путем их нагревания от 72 до 99 градусов. Нагреть, выдержать нужное время от нескольких секунд до часа, но не кипятить. Все по науке. Смотрите, как светло и чисто на молочном комбинате. Чтобы технология соблюдалась до секунды, процесс автоматизирован. На компьютерах отображается движение молока на всех этапах. А следят за работой компьютеров специалисты аппаратных. Все процессы запуска оборудования и контроля его работы оператор и мастер осуществляют в этой операторской. Здесь на заводе производится не только молоко разной степени жирности, но и кефир, сметана, сливки, ряженка, йогурт, творог, глазированные сырки, масло, а также творожные десерты, твердые и полутвердые, плавленные сыры и сырные продукты. Здесь варенец, здесь снежок еще находится на этапе сквашивания. Кстати, вы заметили, что все танки, так называют емкости с молоком, закрыты. Это сделано специально, чтобы продукт не соприкасался с воздухом. Да, и стенки этих гигантских сосудов очень необычные. Теплоизолирующая рубашка, мы это называем в простонародье, в которой находится либо изоляционный материал, чтобы температуру продукта держать, если это молоко, например, питьевое, либо, как в случае с кисломолочной продуктой, там внутри циркулирует кладоноситель, ледяная вода, которая охлаждает продукт. А как же молочные продукты попадают в магазины? Ведь не повезешь их в цистернах. Конечно, нет, их герметично упаковывают на заводе. И это очень интересный процесс. Метана, ряженка, йогурты. Здесь концентрировано все оборудование для розыгрыша. Вот те насосы, которые там работали, они отправляли продукцию сюда. После каждого произведенного процесса происходит лабораторный контроль. Только с разрешения лаборатории продукт пускают на разлив. И в упаковку попадает хороший и качественный продукт. Весь процесс идет с соблюдением всех санитарных норм и правил. За это отвечает отдел технического контроля. Ну а теперь самое время попробовать. Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова